Я занимаюсь этим больше двух лет, у меня есть очень много интересных и достойных действительно рецептов, которые оценили в многих городах. Я просто был во всем по Волжье, был на юге России, там узнавал рецепты, как там их варят, пробовал варить сам, что-то дополнял, добавлял. И постепенно, постепенно приходил к тем рецептам, по которым готовлюсь сейчас. Самая распространенная ошибка, то что раков варят на водопроводной воде. В ней все равно, какие бы там фильтры ни стояли, содержится хлор, различные примеси. Раков надо варить только на бутилированной артезианской воде, чтобы хитиновый панцирь и жабры не впитывали все эти вредные примеси, потому что рак может быть горьким. Я закупаюсь только у проверенных поставщиков, потому что мне нужны дикие раки, которые водятся непосредственно в Волге, а не в каких-то там прудах, искусственно выращенные, выкормленные непонятно чем. Вот это очень важно, потому что вкус рака очень зависит от той среды обитания, в которой он живет. Для меня очень важно, чтобы рак был сочным, чтобы мясо было не сухое, не резиновое, поэтому нужно точно знать время, сколько ты варишь раков. Я варю в течение 10-15 минут, то есть когда я мешаю раков, я уже чувствую, насколько он готов. В основном часто люди, приезжающие из Саратова, из Самары, пробуя то, как я варю, говорят, вау, как у меня на родине, как в моем родном городе. И, естественно, эти клиенты становятся постоянными, потому что они довольны качеством и вкусом, что самое важное. Они привыкли к этому с детства, то есть они там ныряли в пруд, доставали раков сами, сами варили их на костре, и они умеют их варить. И часть моих рецептов действительно, ну, подчеркнута из региона, кто как варит непосредственно там, на месте. Люди, которые выросли на этом и знают в этом толпе. Основной рецепт – это классика. Всегда это классика. Я в классике использую соль, перцы и семена укропа. Также есть острый рецепт, который имеет не просто жгучую остроту, а мясо рака получает острое послевкусие, что приятно дополняет его и так безупречный вкус. Также есть овощной рецепт, или луизианский, туда я добавляю кукурузу и парочку секретных ингредиентов, чтобы мясо рака было гораздо более нежным, вкусным, сочным и насыщенным.